Мы должны помнить, что апологетика это не защита о наступлении. Прежде мы говорим об ошибке апологетики защищать Бога. Апологетика это не защита, а наступление. Наша задача это оккупация мира изнутри. То есть мы в миру пятая колонна. Слышали такое угрожение, да? Пятая колонна. Значит, когда во время гражданской войны Испании четыре немецких колонны шли на Мадрид, армия Испании вполне могла сдержать наступление нацистов. Но внутри была пятая колонна. Это революционеры, бомжи, нигилисты, журналисты и прочее. Вот именно благодаря этой пятой колонне Мадрид и пал. Вот мы в мире, это пятая колонна. Мы занимаемся оккупацией мира изнутри. Писание говорит, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вы греческий язык, наверное, учили. Вы знаете, сколько глаголов здесь в императиве стоит? Поверьте нам наклонение. В оригинале. Мадрид, наверное, по всей видимости. Какие еще будут версии? Студенты, изучавшие греческий язык. Может, все крестя. Ну, Матвей не разбирай, но я. В императиве стоит один единственный глагол. Научите. Научите. То есть, буквально, идя, то есть, живя по ходу своей жизни, то есть, то, что это трактуется, что вот мы должны куда-то идти, чтобы учить, это уже аналогия, это уже непрямое толкование. Речь идет, что вы по ходу своей жизни, то есть, идти зачастую никуда не надо. Ваш сосед по лестной площадке, ваш сосед в соседнем доме должен видеть вас, Христа. Научите. Вот единственное указание императивно. Идя, то есть, живя, следуя по пути жизни, научите все народы, крестя и уча соблюдать. Это императив. То есть, таким образом мы их и приводим ко Христу, и занимаемся оккупацией мира изнутри. И 2 Коринфянам 10.5. Мы сокрушаем хитросплетение ума и высокомерие, вырастающие против познания Бога, и берем в плен всякие помышления, покоряя их Христу. То есть, миссия и апологетика – это неразделимые вещи. Благовестие и апологетика – это неразделимые вещи. Потому что всякий раз, когда вы будете учить, вы будете сталкиваться с хитросплетением, с хитросплетениями ума и умствованиями, которые люди будут именно противопоставлять познанию воли Божьей. А наша задача – все умышления брать в плен и покорять их Христу. И Писание говорит – не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Где мы видим, что есть неправда, мы должны в ней даже не соучаствовать. Даже если вообще вокруг правды нет, у нас всегда остается шанс. Не соучаствовать во лжи. Если помните, так и называлось одно из посланий Солженицына. Во время как раз уже полного застоя коммунистической системы, когда оказалось, что здесь уже кроме лжи ничего нет. Не участвуйте во лжи. Это уже активная позиция. Это уже противостояние. Понимаете? Главное ведь в чем была главная проблема Евы? Проблема в том, что Ева как раз попыталась… Ева – первый неудачный аполагент. То есть Ева – это первая, кто допустила эту ошибку. Ошибка у нее была в том, что она попыталась защищать Бога. И, понимаете, можно говорить о грехопадении, когда грех, собственно, совершился, когда она вкусила от этого плода, или когда она только посмотрела и увидела, что оно хорошо в пищу и приятно для глаз, и вожделенно подождает знания. Или когда она только подумала нарушить волю Божью. Но по большому счету в грех она вошла только тогда, уже тогда, когда она просто стала защищать Бога. То есть она… Понимаете? Сатана предложил Еве говорить о Боге в третьем лице, как о каком-то со стороны, и рассуждать, а правильно он сказал или неправильно. Но ведь судить может только высший и низший. И ей понравился такой подход. Она тут же согласилась и начала говорить о том же Боге. И пусть сатана говорил против Бога, а Ева за Бога. Это не принципиально. Принципиально то, что Ева приняла вот это положение говорить о Боге как о каком-то подчиненном. Как о том, да нет, он у нас хороший, у нас, в общем-то, нам все разрешил есть, вот только к этому он нам не разрешил есть. Вот, ну вот, понимаете, уже это было ошибкой. Вместо того, чтобы обличить сатану во лжи, ты чё, он Бог. Самовыражение «правда ли Бог» – квадратный круг. Если это неправда, то что правда? Тогда откуда мы вообще знаем, что правда? Вот. Вместо того, чтобы показать сатане, что он какую-то глупость несет, вот, она приняла условия игры. И вы видите, это опасность апологетики, что она начинает говорить о Боге как о ком-то, кто нуждается в защите. Она апологетику не изучала просто. Она знала того, кто есть истина и жизнь лично. Знаете, апологетика – это должна быть зеркало, в которое неверующий должен увидеть свои собственные заблуждения. то есть не мы своими убеждениями его убеждения разрушаем, а нам надо ему в зеркале показать его собственные заблуждения, чтобы он их увидел и понял, что это глупость. И понял, что это глупость, которой ничего не стоит, от нее избавиться бесплатно, ничего не стоит, а приобретаешь при этом все. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансом. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Поэтому цель наша – это не победить оппонента, а самоотождествиться с ним в любви к Христовой. То есть мы должны стать таким же, как он. Вот эта вот идея кинозиса, самоопустошения, о которой Писание говорит о Христе, что он опустошил себя, став подобным человеком. То есть а также мы должны опустошать себя, отрекаться от себя, уподобляясь тем, с кем мы говорим. Ибо будучи свободен во всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконов был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых законов как чуждый закон, а не будучи чуждый закон перед Богом, но подзаконен Христом, чтобы приобрести чуждые законы. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мегринетах, сие же делаю. И чтобы больше людей в нашу церковь пришло. Не для роста церкви, не для развития малых групп, не для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Евангелие – это история. И мы можем либо быть соучастниками этой истории, либо не соучаствовать в этой истории. Если мы хотим быть соучастником истории, то мы должны идти по этому пути воплощения. То есть мы должны, как Бог воплотился в человеке, так мы должны воплощаться, то есть принимать плоть того, к кому мы идем. Становиться таким, как тот, к кому мы говорим во всем, кроме греха. – Вопрос можно? – Да. – Я вот это место не как-то, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу понять. – А ты должен быть таким же, как он. – На его уровне, ему объяснили. – То есть говорить с ним на его языке. – По фене, что ли? – Почему нет? Если ты едешь к папуасам, то с ними на их языке говоришь. – Спасибо. – Вот. – По фене, по понятиям, на дело с ним не идти. – А если, например, я таким не был, да, например, как я могу с ним разговаривать? – Да, не учиться его языку. – Значит, тогда существует два пути. Либо первое – это четко говорить, что я этого не знаю. – Признавать. – Вот. – Вот. – Признавать это. – Но… – Либо учиться. – Вот. – Но чего не надо делать и не надо притворяться. – Потому что тут сразу… – Знаете, у нас был один молодой человек, интерн, американский миссионер. – Вот. – В общем, в итоге ему пришлось вернуться домой, его миссионерская деятельность не сложилась. – После чего он осознал все, значит, свои ошибки, и сейчас опять приехал, опять же, теперь он в Украине миссионерский, он женился на девушке с Украины, вот, и живет постоянно в Одессе. – Но когда он приехал, он был молодой человек, там, 22 года где-то, только колледж закончил, но уже умер. – Молодой ранец, магистра в 22 года уже получил, что в Америке, в общем, довольно рано. – Вот. – И он работал в студенческой среде. – И понимаете, в любой среде существует жаргон. – И очень интересно, что на самом деле люди на жаргоне не разговаривают. – Люди разговаривают на нормальном языке. – Но в нормальный язык они вставляют жаргонные слова, как сигналы. – Что мы, мол, из одной компании. – Мы свои, там, допустим, астрономы, между собой не говорят астрономы, они говорят астрономы. – Понимаете? – Вот. – И вот этот молодой человек, он очень быстро усвоил, что студента, вот если ты вот используешь студенческий жаргон, то ты свой. – И он вместо того, чтобы изучать, начинать русский язык, он начал с изучения жаргона. – И вот это он ботал по этой студенческой фене. – Вот. – И над ним все смеялись, потому что никто на самом деле так не говорит. – Люди говорят на нормальном языке, они вставляют жаргонные слова. – Вот. – Время от времени. – Но при этом говорят нормальными словами. – У него же там в одном предложении было по несколько жаргонных слов. – То есть его речь была явно ненормальная. – То есть всем было видно, что он пытается быть своим, а на самом деле в итоге, да, он чужой, который притворяется. – И студенты с него смеялись, он думал, ну вот-вот я рубаха парень, душа компании, где я всегда весело. – Вот. – И так два года, у него не было никаких плодов, и никто Христа не принимал, и только наоборот это было лжесвидетельством. – И в итоге он уехал, и так в общем-то. – Он потом написал книжку об этом, которая называется «Глупые американе в странной стране». – Вот. – Правду переводчика он взял, такого же плохого. – Каким миссионером он сам был поначалу, поэтому книжка не столь интересна. – Причтение по-русски, на русском языке. – Вот. – Но Джон Мёрфи его зовут, книжку вы можете найти. – Он, понимаете, он при этом писал книжки по логетике хорошие, вы можете у нас на сайте или у вас в библиотеке взять его книжку «Революция» Джона Мёрфи. – Он магистр по логетике прекрасно труды писал. – Но вот эта вот проблема, что он попытался притвориться. – Не стать такой, как они, а стать еще больше, чем они такие. – Вот. – Это действительно большая ошибка. – Поэтому, естественно, притворяться не надо. – Но, как минимум, люди должны понять, что ты их уважаешь. – И что ты признаешь их принципы, с уважением их относишься. – Ты можешь им не обязательно следовать, если они стоят в принципе. – Но что люди в любой среде больше всего презирают – это отсутствие принципов. – Когда ты говоришь, что я с уважением отношусь к вашим принципам, но у меня есть свои, они к твоим тоже будут относиться с уважением. – Когда они видят, что ты подстраиваешься под их принципы, потому что тебе все равно, какие принципы, они, в общем-то, тебя и слушать не будут, потому что лучше они будут по понятиям, чем по беззакониям. – Понимаешь? – Ну, а для всех все сделался как все? – Ну, для всех всем это буквально для каждого каждого. – То есть не имеется, что для всех сразу, всем и сразу. – А, для любви есть любви? – Он же говорит, да. – То есть для любого сделался таким, как он. – Это обобщение. – Да, это обобщение. – В их, как минимум, понимая их ценности, принимая их культуру и прочее. Он же говорит, что для чуждых законов стало как чуждо закона, не будучи чуждым законом перед Богом. То есть перед Богом он закон соблюдал, он не нарушает законы. Но перед этим он об этом не говорит. Вчера, кстати, я по телевизору был интервью с Валериной из Большого театра. Были, знаете, фамилии. Вот. То есть совершенно надо знать, что это верующий человек. Она не начинает там грузить, что Бог, Христос и прочее. Она говорит, дает интервью, она дает интервью на языке того человека, который с ней разговаривает, на языке телезрителей. И когда вот только вот его в глубокую знать, а вот кто ваши боги там в этом самом Балете? Она говорит, ну Бог-то он один. Но она не начинает тут же, вот, значит, полностью грузить. Они говорят о Балете, она с ним говорит о Балете. Но при этом каждое ваше слово должно быть приправлено с Ольгой. У нее есть очень четкая граница, дальше которой она не заходит. И говорить о своих там учителях или кумирах, как о богах, берущих интервью. Она просто не идет дальше. Вот. Возвращается на его поле и дальше продолжает говорить. Не христианская? Нет, не христианская. Это вот Курский канал. Вот. Захарова или... Примадонна Большого Тяга. Балетная. Вот. 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 Она из Луцкой, из Западной Украины. Там самое большое баптистское влияние в Большой Союзе. Именно в этом районе. Вот. И... Там даже православная церковь, там же что-то была, греко-католическая церковь, которая якобы при этом формально считалась Вачкама подчинялась. Но традиции были православные и коммунистической властью они набились и поэтому... Церковь в изгнании всегда начинает очищаться. И вот там вот самое большое баптистское влияние и греко-католическое. То есть православная традиция, но при этом не повязываясь с государством. Вот она сохранилась. Понимаете, когда... Таким образом ответ на твой вопрос. Когда мы самоотождествляемся с человеком в любви Христовой, тогда обличается ложь. Тогда у человека разрушается ощущение ложной безопасности. Он почему не хочет менять свое убеждение? Он считает, что он у него безопасный. А когда он видит человек, который принимает его убеждения, но совершенно при этом... Уважает его убеждения, но имеет совершенно другие. Вот эта вот ложная безопасность разрушается. И тогда вот как раз утверждается открытость для принятия истин. Павел в Эфесе три года жил пропагентом. Потому-то у него там сложились настолько близкие отношения, что он обратно почему-то даже заезжать не стал. Потому что он знал, что если кто заедет, он там не сможет на один или два дня остаться. И он призывает пресвятеров в Эферской церкви к себе, чтобы с ними поговорить. 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 Продолжение следует...